Домашние животные Очень нестабильная погода И особенно собаки в шерсти Как кокер-спаниель, например Между лапами Между пальцами Очень большое количество шерсти Если мы не будем убирать загрязнения То собака Первая будет вылизывать Возможно отравление Особенно весной они очень чисты Николай, а мыть все-таки лапы В случае с Тео столько шерсти Видимо мыть придется практически всю собаку Да нет, всю собаку здесь Если его начать мыть полностью Это займет 4-6 часов Примерно Сначала замачивание же процесс Да, на самом деле Мыть лапы очень просто Мы можем взять небольшой какой-то таз Мы это делаем Например В костюме, в котором гуляем Ставим лапы Достаточно Потому что собака наступает Своей подушкой полностью После этого Промываем, конечно, все хорошо Либо хорошо вытираем Если это крупная собака И она гуляет без одежды Там придется всю собаку помыть Потому что в дождливую погоду 100% весь живот будет грязный Вот Но если Что касаемо лапы Мы можем их хорошо промыть Промывать нужно Не только Саму лапу сверху Но и пространство между пальцев И шерсть между пальцев И обязательно Здесь всегда после прогулки Осматриваем дополнительно Нет ли каких Либо травм Либо порезы какие-то Разве собака, когда гуляешь Сразу не допустим Начнем перепадать на лапу Скулит Не обязательно Собаки очень терпеливые Да, могут не заметить Во-вторых Бывают различные травмы Которые В принципе попало стекло Да, оно может не колоть сразу Собака В принципе может компенсировать Постановка лапы Какое-то Какое-то время Но потом Все-таки Когда это все выпадает Да, рана появляется Возможно она кровоточит И здесь очень важно Ни в коем случае Большие туры бинта Не наматывать Ничем Супер Скажем Спиртовыми растворами Ни в коем случае Не обрабатывать Подойдет обычный Раствор хлорбексидина Если вы Увидели Такое поражение Притом он водный Да, никаких спиртосодержащих Расторов И желательно тоже Перекись тоже здесь не применять Например Ту, которую мы очень любим Так вот Вторая причина По которой мы должны мыть лапы Да, различные аллергические реакции И не всегда они контактные Бывает и при пищевых Особенно у атопиков Это французские бульдоги Это лабрадоры, например Это немецкие овчарки Вот Лапы тоже должны быть Во-первых Чистые А во-вторых Они еще должны быть и сухие Поэтому после того Как мы лапы помыли Мы должны их качественно высушить И всегда рекомендую Сушить не просто протерев Потому что вот такую собаку Нельзя протереть Да, лапу Она все равно будет Волос будет все равно мокрый Да, и у любой собаки Даже с коротким волосом Все равно намокает Здесь необходимо Как бы там не была Неохота утром это делать Но обязательно мы должны Феном хорошо высушивать Лапу качественно Долго Есть собачьи фены Интересно или нет? Собачьи фены есть Есть прям собачьи фены Да, и компрессоры Они в несколько раз мощнее Человеческие? Да То есть можно же не купить собачьи фены? Если что? Если у жены шикарные волосы Можно и человеческие на самом деле Очень хорошо и аккуратно высушить Да, займет немножко больше времени Даже укладку сделать Можно, да А вот, кстати, я еще не научился вам парировать, Роман Но придет то время, не переживайте Хотел спросить Сейчас же активность клещей уже Поэтому важно собаку, наверное, смотреть Надо всех букашек у него выметать, выискивать Вы, наверное, сразу их не увидите Поэтому вот как раз, когда моете лапу Почему это актуально? Когда мы моем лапу, собака близко у нас находится И сюда мы можем увидеть, есть ли что-то на нем Ну и обычно мы должны смотреть на голову сверху На голову под подбородком И ниже по телу, да Область живота Потому что кожа очень тонкая И красно-секомые там будут находиться Важно даже, наверное, не для собаки клещевой куст А для человека Потому что собака может являться механическим переносчиком Например, в такой шерсти принести домой И тот же клещ, обычный наших содовый, да, таежный Может переползать и на детей, и на вас Сейчас есть большое количество препаратов Особенно эффективны сейчас таблетированные препараты Которые применяются внутрь Они идут с хорошей защитой против блох и клещей На 12 недель То есть на все 3 месяца практически мы закрываем этот период Да, и не нужно здесь использовать крупные комплексные препараты Против всех паразитов Важно весной и начало лета Это блохи и клещи Потому что очень часто Да и практически сейчас они уже есть Потому что вторую неделю мы уже фиксируем И убираем с собак блох и клещей Но в основном клещи в клинике уже пошли, да, тепло уже Спасибо большое Николай Леонов, ветеринарный врач был у нас в гостях С Тео вместе Я надеюсь, что информация была полезна Всем тем, у кого дома есть домашние питомцы, собаки Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok